Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 707. События дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. За 19 ноября 2017 года. Я вчера показывал стихотворение, девочка одна, считай, шестилетняя. Называется «Боль православной души». Ну и вот где это находится. По-русски зарядите в Ютубе и сразу откроется. Прослушайте стихотворение само. Я вчера уже показывал его, не буду сегодня говорить. Очень хорошее и профессионально снятый фильм. Ну и тут я разговариваю про мусульман. Я отвечаю за кят. Ну как оно пишется, там устаревшее вот так. Обязательный годовой налог. В пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие проектов. Способствующих распространению ислама и истинных знаний о нем и так далее. Закят. Это один из пяти столпов ислама. Джизья. Это подушная подать синоверства в зиме. В мусульманских государствах. Исламские правоведы рассматривают жизнью, жизнью, как выкуп за сохранение жизни при завоевании. Вчера воскресенье было. В воскресенье что у нас утром? Батюшка был, литургия была. После этого собрание годовое, отчет. Там песнопение, обед трапезный, а потом занятия. Ну и дальше уже по своим делам. Кто может на благовестие идти, куда? Андрей Александров. Работал с ними в Москве. С мусульманами. Кажется, что они все доброе, что им делаешь, воспринимают как налог. Как его ни назови. Особенно кавказцы. Азиаты поспокойней. Наиболее близко к реальному положению дела описал в своей книге Михаил Полторанин. На мой взгляд, что так. В книге «Власть в тротиловом эквиваленте». Наследие царя Бориса. В главе пятой «Воруй страна» или «Чеченизация России». Вот ссылка на книгу. Ну, делает ссылку. Можно по-русски назарядить. Я не смотрел, и меня-то это не интересует. Можно ли им давать ваш материал из папки «Мусульманство» в полном объеме на нашем сайте? Я отвечаю. Конечно. Андрей. Не сомневался в вас никогда. Вы очень сильно рискуете. Спаси Христос. Поясню. Просто вы их очень сильно жалеете в беседах. Всегда по-доброму. А в книгах полный разгром. Я отвечаю. Эти книги в мусульманских народах, в библиотеках. Я же развозил. Андрей Александров. Сегодня, считая Псалом 90, примерно в час 30 по-московскому, получил ответ касательно своего плохо сформулированного вопроса к вам о проповеди среди мусульман. Это было так ясно, и нет никаких сомнений, что это именно ответ на мой вопрос. Псалом 90, с 1 по 16 стих. Ну и дальше спрашивают, каким стихом бы воспользовались. Я его рвать не буду, целиком считаю. Ну вот именно отношение к мусульманам. Угроза, конечно, всегда с их стороны есть. Галина Влеска. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. С воскресным днем. Сегодня на библейских занятиях нашего прихода оказалось, что никто и не в курсе о рождении свыше и водительстве Духи Святым в своей земной жизни. Такой голдеж поднялся, это хорошо, потому что мне поручили по Библии конкретно засчитать Слово Бога об этом на следующих занятиях. Дома засела за Библию. Обложилась и вашими трудами. Не затруднит вас мне скинуть из Библии в каких номерах главы стихов Бог говорит нам об этом? Ваш ответ для всех наших прихожан, жаждущих истины, будет наверняка полным и верным. Работаем во славу Христа. Спаси Христос. Я отвечаю. Иев 31.2 Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Сидержителя с небес? Притча. 29.18 Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Вот это если бы знали, что соблюдающий закон блаженных, не говорили бы, что он не нужен. Исайя 32.15 Доколе не излиется на вас дух свыше? И пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Лука 24.49 Я пошлю обетование отца моего на вас. И вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Вот что значит свыше. Иоанн 3.3 Иисус сказал ему в ответ Никодиму, а истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. И дальше 3.7 Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Вот эти места, если только больше тысячу, можно сказать. Это уже другой какой-то вопрос, совсем не этот будет. Римлян 8.9 Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Вопрос 1507 Вы постоянно говорите о необходимости рождения свыше. И что в православии этой теме не посвящено несчастно за все годы. Я уже не раз слышал про то и до конца не пойму, что мне это может дать, если я давно хожу в церковь и причащаюсь, и на исповеди бывают часто. И духовный отец у меня очень строгий духовник. Каких не каждый может сегодня найти. Это вопрос дают мне в университете. Ответ открытым оком, том 6. Игнатий Лапкин. Коротко, признание себя погибшим грешником, уверовать во Христа, принять его своим спасителем, что он умер именно за тебя, и жизнь в Святом Духе после принятия крещения святых тайн в Церкви Христовой. Есть такая книга Петра Иванова «Тайны святых», которую мало кто считал, но многие ее ругают. А мне она дала радость. Если вам это будет полезно, то вот выдержки из нее, кавычки открытые. Теперь будем говорить, собственно, о рождении свыше. И что такое свет, даруемый при этом рождении? В крещении мы еще не получаем совершенной благодати. Благодать крещения человек теряет обыкновенно в юности, говорит святой Симеон Новый Богослов, и прибавляет. «И ты, Спаситель, хорошо зная это, даровал нам для вторичного ощущения покаяния, запечатлев его благодатью Духа». Однако, дарование благодати при крещении и покаянии еще далеко не рождение свыше, то есть перерождение из душевных в духовных. В божественном крещении мы получаем отпущение при грешении, освобождение от прародительской клятвы и освящаемое наитем Святого Духа. Но совершенную благодать, как она означена в словах «вселюсь в них и буду ходить в них» 2 Коринфян 6, 16, не тогда получаем, ибо это и есть достояние, совершенно утвержденное в вере и показавших ее делами, святой Симеон Новый Богослов. Перерождение душевных в духовных совершается в Церкви Христовой помощью и трудами любви братья друг к другу. Первоначальная Церковь ясно сознавала, что именно в этом заключается ее назначение, ее цель. Об этом очень хорошо сказал святой Андрей Кесарийский, толкуя известный образ апокалиптиса. Жена имела в очреве и кричала от боли ему к рождению. Откровение 12, 2. Церковь, жена, болеет, мучается, болезненная с вами, сказал апостол Павел, перерождая душевных и духовных и видом и образом преобразуя их по подобию ангела, по подобию Христа. Апостолы, духовные братья, любят и мучаются, помогая достигнуть цели христианской жизни всем братьям. Пойди, почитай маленько, Володя. Я за ним мог, что-то... Глаза слепаются. Я с двух часов. Вот здесь, садись и считай, а я буду передвигать. Пожалуйста. В наше время Церковь до того немощна любовью брать друг к другу, что она не в состоянии перерождать душевных в духовных. Вот, причина. Она даже забыла, что цель христианской жизни в этом и заключается. Что и засвидетельствовал Духом Святым святой Серафим Саровский. Каким образом происходит перерождение из душевных духовных, мы совершенно не можем себе представить. Некоторое понятие, скорее намек, мы находим из святых отцов. Такой святой Симеон Новый, богослов в гимне третьем, ведя речь, как бы от лица Божия, обращенная к нему саму, говорит «Сначала умным только образом, через умное чувство, я удостоил у тебя голоса, а потом и луча, и после этого человеколюбно явился тебе, как свет. Я начал, как ты знаешь, чаще являться тебе, мало-помалу очищая душу твоей покаяния и сожигая находящееся в тебе вещество страстей, эти, не плотские или вещественные, но не вещественные тернии, как бы мрачные тучи, как бы густую мглую тьму. После того, как бы просветился, разумеется, постом и трудами бдения, молитвы и великого злострадания, я соделал тебя удобовместимым и очищенным в огне, чтобы пребывать в тебе в нем, внимай, неопалимым. Тогда летавший вокруг тебя и окружавший в тебя свет, будучи сам по природе неприступен, весь вошел в тебя и чудным образом изменил тебя прекрасным изменением. Но верующие имели тогда одно достоинство, которое покрывало всех их недостатки. Сердца были по-детски открыты для послушания Слову Божию. Лишь только раздавался укор в нелюбви ко Христу, обличение в неправде, люди мгновенно изменяли свое поведение. Для христианина, еще не рожденного свыше, не в том верность истины, что он не грешит. Он даже не может не грешить. Враг человеку повсюду расставил тончайший, почти невидимый тенето соблазна. И думающий, что он не грешит, обманывает самого себя. 1 Иоанна 1.8 Насколько понятие рождения свыше, вселения Духа Святого, цель христианства, было ясно в апостольские времена? Настолько оно неясно, можно было бы сказать, вовсе неизвестно, в современном церковном обществе. Большинству в церковном обществе кажется, что должно вам родиться свыше, обозначает миропомазание христианина, прикрещение совершаемое. Рождённость свыше имеет этот свет и может, если Богу угодно, распространять его на других, говоря иначе, вовлекать людей и всю природу сферу его действия. Духоносные души, озарённая Духа и другим сообщает благодать, говорит святой Василий Великий. О самом Василии Великом так рассказывает святой Ефрем Сирии. Я видел его в храме, стоящим при лицом всей своей паствы, и всё собрание, казалось мне, сияло божественно, светом благодати. Несомненно, однако, что в церкви не только будет, но и было время, когда все члены церкви жили в фаворском свете. Церковь некогда была народом совершенным, восклицает святой Григорий Богослов. Когда же это могло быть? Конечно, в её самое первоначальное время, до убийства первомученика Стефана и великого гонения на церковь, то есть до растения её по разным местам Иудеи и Самарии. Деяние 8.1. Это время можно назвать огненным состоянием церкви. Оно не изображено, ибо как изобразить внутренний свет души? А таинственно обозначено в Деянии апостольских. Именно. У верующих была одна душа и одно сердце. Только у совершенных, рождённых свыше, может быть одно сердце и одна душа. И ещё. Великая благодать была на всех их. Деяние 4.32.30. Страшные омертвения постигает церковь, когда иерархи забывают о цели христианской жизни и, следовательно, перестают внимать Духу Святому. Как свидетельствовал в своё время святой Серафим Саровский, говоря Маталвилову. Дух Божий открыл мне, что вы в юности ваши усердно желали узнать цель христианской жизни. И у многих великих духовных особ о том спрашивали, и никто не сказал вам о том. В современном христианском церковном мире существует величайшее недоразумение. Распространено мнение, что слова Христа, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, не имеют предостерегающего значения для крещённого человека. Ибо в таинстве крещения и затем миропомазания человек рождается свыше и получает благодать Духа Святого для жизненного руководства». Но вот что говорит святое Симеон Новый Богослов в XI веке. «Сокровенное от начала мира таинство христианства состоит в приобретении благодати Божией. Наибольшая часть крещённых, именующихся христианами, не знают этого таинства христианства. Многим представляет, что благодать Духа Святого, полученная при миропомазании, пребывает в нас в скрытом виде. Мы сами не знаем, как она нами руководит. Всякие, живущие обычной христианской жизнью или даже строго христианской жизнью, почитаются живущим во Христе. Но жизни во Христе нет, если человек вполне сознательно, то есть, разумеет, через слышание голоса Божия в волю Господню, не подчинён руководству Духа Святого. Слово Христа совершенно ясно. Иван Галятяна 3,8. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рождённым от Духа». Об этом именно говорит святой Серафим Матавилову. «Всякое доброе дело не ради Христа, делаемое не приносит плода». Здесь сказано о члене церкви, которые не знают о необходимости слышать голос Духа Святого. Голос Духа Святого передаёт нам личные указания живого Христа, главы церкви, исполняемые нами, они и есть дела, ради Христа делаемые. Много есть хороших и даже как бы добрых дел, но они не могут совершаться самочинно. Совершая самочинно, они не имеют плода, не ради Христа делаются. Понятно почему. Только глава церкви, Христос, знает место каждого в теле церкви, ибо видит сокровенность души. Только заняв именно ему указанное место, член церкви находит самого себя, воистину принимает участие в строении Нового Иерусалима и сам возрастает во Христе. Созверцая историю христианской церкви, можно с некоторым страхом спросить, всегда ли так происходит в церкви Христовой, и если не всегда так, тогда что? Строится Новый Иерусалим, в противоположность строящемуся на земле царству земному, в построение которого вовлечено многое множество христиан, и соработник ему становится только послушный святому строителю, Господу Христу, знающему тайны строения и раскрывающему их в меру сил и способности через благодать Духа Святого, верны. Итак, задача всякого христианина в том, чтобы научиться распознавать о себе волю Божию. Но странно предполагать, что путь Христов каждого члена церкви может быть раскрыт только опытным старцам. Ведь редкие счастливцы имеют возможность повидать старца. Нет, все мы одинаково сыны Божии, и каждый имеет получить благодать Духа Святого, чтобы возрастать в возраст Христов. И нет формы жизни самой по себе плохой, ибо каждая доля на земле может быть благословена Богом и к монаху, и к купцу, и к инженеру, и к воину, и к горничине. И повсюду приходит Дух Святый и говорит, как жить при данном положении, чтобы стать соработником по построению Нового Иерусалима. Неверно, что послушание даже Самому Святому Царцу есть постоянный удел среднего человека. У Бога нет средних. Мало им всем. Человек назван только до времени. Но вот сказано, и последние будут первыми, и первые последними. Высшие, низшие места в церкви это только промысел Божий. И при несовершенном состоянии церкви очень часто испытания для высших. Послушание имеет значение до рождения свыше послушника. Об этом именно говорит апостол Павел в Галатам 4.19. Дети мои, для которых я снова в моках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, то есть до второго рождения. Рожденный свыше уже сам таинственно для других наставляется Духом Святым. И никто не может уразуметь его жизни, почему и сказано. Побеждающему дам новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Откровение 2.17. Или апостол Иоанн говорит. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, показанное по апостольской терминологии, имеющее полноту Духа Святого, рожденный свыше, духовный, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание, разумеется, голос Духа Святого, учит вас всему, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. И в другом месте. Впрочем, вы имеете помазание от Святого, и знаете все. 1 Иоанна, 2 глава, 20 стих. Самое страшное в христианстве, что верующие постепенно, век за веком, после апостольского времени, теряют память о своем главном назначении. Самое возможное слышать голос Божий, представляется нам некой прелестью. По наследству от отдаленных предков мы получили свое мертвое отношение к живому Христу. Вспомним, с какими мучительными усилиями и как настойчиво старался Святой Серафим объяснить неразумевшему, ибо нам кажется неудобно постижимым понятие о явлении Бога между людьми, его голос в нас. Матавилову, хорошему, хотя и наивному, члену церкви, цель христианской жизни и необходимость стяжать Духа Святого. Вселение Духа Святого в члены церкви, второе рождение, это тайна, раскрывшаяся в день Пятидесятницы. Это цель прихода Сына Божия на землю, основана новой твари, нового рода на земле. Еще при жизни своей на земле Христос говорил, Луки 12 глава 49 стих Огонь пришел неизвести на землю Духа Святого, и как желал бы, чтобы он возгорелся. Господь томился, ибо до сошествия Святого Духа, до Пятидесятницы, люди не были в состоянии начать новую жизнь. Тот, кому необходимо стяжать Духа Святого, еще не живет новой жизнью, не новая тварь. Таковы мы все, члены современной церкви, великий святой свидетель верный, посланный в церковь свидетельствовать истину, напомнил нам о цели христианской жизни. Но разве мы знаем, разве мы не тоскуем от глубокого бессилия и незнания, как стяжать Духа Святого? Напрасно думать, что, утратив так глубоко чувство христианской сущности, легко оживить его в церкви. Только сектанты могут вообразить себе, что стоит лишь отделиться от церкви и провозгласить себя рожденными свыше, как получишь ведение и слышание голоса Божия и станешь духовным. Достаточно прислушаться к их тону или слишком восторженному, то есть нетрезвому, или фантастически упрямому, чтобы убедиться в их самообмане. Нет необходимых великих потрясений, все сокрушающие воздействия благодати, как говорят духовные, и неоднократно повторяющиеся. Только тогда мертвое станет оживать, только тогда Господь скажет нам, как найти его. Кавычки закрыты. Галина Влеська. О, какие жемчуга и алмазы, слова росы Божьей, пью и не напьюсь. Благодарю, любимый мой учитель, заботливый наставник. У меня тоже полно закладок, но вы, как всегда, кратко, понятно, в десятку. Не считает внимательно, тонко, с толкователями, или мир в мозге мешает. У святого епископа Феофана Вышинского тоже прилично написано о рождении свыше. Православный бой со словом Бога Живого. Поехала на служение в больницу, расскажу болящим, посею. Аминь. Сергей Евтушенко. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Хотел бы вам задать пару вопросов. Интересует, считаете ли вы молительные правила для мирянина из молитвослова, или молитесь только своим правилам? Тресвятое, плесно поклонов. Отвечаю. Еще интересует, были ли вы лично с миссионерской поездкой в село Сидоровка, Романовского района Алтайского края? Знаю, что там живут ваши родственники, да и сам я оттуда родом. Слава Господу и Богу нашему Иисусу Христу. Все ресурсы ваши я знаю. Смотрю ваш канал на Ютубе и читаю через сайт ваши книги. Бываю и на форуме, хоть и не зарегистрировано, но там столько материала, что в жизни не хватит все переработать-то. За ссылки все равно благодарю. Я ему отвечаю. Считаем ежедневно на русском языке молитвослов, а одну славу, то есть одна треть капризма на русском языке и сто поклонов молитва ко всем святым. Из молитвослова одну молитву ко Господу нашему Иисусу Христу, одна молитва к Ангелу Хранителю и одна к Пречистой, Преснодеве Марии Богородицы. Это утром. А вечером только тридцать святой и сто поклонов. Мы были только в районном центре. Сергей, благодарю за ответ, Игнат Тихонович. Мы переписываемся с Ривкой, это Ревекка с Украины, девушка. Такая все везде знает. Как по мне, похож на последовательное движение. Я спрашиваю, вот ходит, поет там Симон какой-то, песни поет, его снимают, снимают. Кто он? Я говорю, какой он для РСП? Его спрашивают, он никому не отвечает, что интересно. Нигде рукой не крестится, его нету. Похож на последовательное движение, которое как бы никак себя не называет, евангельские христиане. Потому что информация, вероисповедание нигде не просматривается, даже намеков нет. Волна мессианского иудаизма, конечно, проникает сейчас повсюду. Я ему лично написал, а не знаю, ответит ли. А ей тут один пишет, там проводит занятия. Олег сват, все сватает, сватает с ереси. Найди, где апостол учили молиться покойным, где молились за иконы, иконы, где носились бы с мощами, и молились за усопших, чтобы они перешли за добрай. Ривка, Игнат Тихонович, как правильно реагировать на подобное? Молчанием я отвечаю. Олег, это еретик, закоренелый, весом 180 килограмм. Отойди, и не звука. Сразу занесите его в черный список. Ривка, добро. Я говорю, а тот Симеон-то, певущий, похоже по виду и другому, иному, или иудей, природный, мессианский. Ривка, возможно. Но в таком случае странно, что у него ни одной песни на еврите. Но тебя жду его ответа. Я отвечаю, в комментариях у Симона есть вопросы к нему, какой он верой, и перечисляет известное. Но он нигде не отвечает ни слова. Нетронутая борода, значит, он не мусульманин. Так выглядят евреи, борода нетронутая. Нигде не совершает крестного знамения, молятся или показывают только это поклоном землю. Просят все время помощи, денег на работу. А работу он называет вот это хождение с пенем по горам и пескам. Даже рояль привезли ему на берег моря. Его помощники по пению женщины или девицы в длинных платьях, но все всегда без платков, простоволосые. Это хождение и съемки даже не реклама, а супер реклама себя, которому нужно непременно помочь, чтобы все помогали, а тысячи людей по рублю дадут уже полмиллиона. Можно петь без показа себя и вставлять кадры. Такое и есть возможно. Можно просто петь в помещении или еще где я говорю. Вот смотрите, допустим, если мы посмотрим, в интернете там часто бывает так, кто-то поет, а бывает кадры идут, а за кадром он поет. Ну, что за кадром-то? Вот. Вот поет этот Иван, немец, как бы, не гони, ямщик, не гони лошадей. Его не видно нигде. Нету. Фотографии показано два раза, и все. А дальше и лошади бегут, и останавливаются, и... Вот я им отвечу. Это хождение и съемки, даже не реклама, а супер-реклама, себя, которому нужно непременно помочь. Можно петь без показа себя и вставлять кадры. Такое есть и возможно. Можно просто петь и в помещении, или еще где. Можно, и так делают. Но чтобы растянуть одну песню, целый ролик, и с таким хождением, тут нужны определенные цели. А то идет по дороге, он его снимает с разных позиций. На расстоянии, сзади. И для чего это? Все это говорит о предположении того, что я уже сказал выше. Это одна из ересей, уже оформившихся или только полагает ей основание. А ответ вряд ли дождетесь искренний и полный от него. Она отвечает, да, согласна. Я ей пишу. Ему часто об этом пишут, что на показ делает. Это она ему пишет. Мне говорит. Ему пишут об этом. Зачем? Поет и... Ну, поет и слова не разберешь, там бывает. А идет и идет, спиной там... Я отвечаю. Если соединить вот это хождение и пение с просьбой помощи о деньгах, то получится, конечно же, готовая еврейская статуя почтения и уважения. Когда считаешь, множество комментариев к этому брожению захлебываются в похвалах. А спроси, уже через час ничего не смогут сказать. Экран погас, серое пятно. Никто ничему не научился. Он на коне, а ты в кивече своих забот. И виденный никак и ни один не сможет употребить себе на пользу. Съемки ведутся профессионально, дорогой аппаратурой. Он пишет, что там 12 помощников. И всем нужно что-то дать. Еврейские штучки, как говорит Михалков Никита, это гурманство и сиборитство весенних котов. Петь, петь и петь. У него большая аудитория и мощная подпитка, и дальше бродить ничего взамен не давая, кроме себя и пейзажей. Интересно все же, с чем же все это кончится? Да, харизматы эту тактику тоже давно подхватили. Может, надоест, а может и нет. А пейзажи действительно красивые. Не насытится око зрением, не наполнится ухослушанием. И это суета. Вот она сказала, Ривка это. И дальше я покажу наши ресурсы. Вот. Мой мир. Вот это вот здесь туда выставляю я. Вот. В шапке другая есть Мой мир, страница Лапкина Игнатина. Толкните, с голубем. Там писать не надо, там контрольные просто. Ну вот. Большой форум. Вот он, как раз форум, этот и есть. Дальше наш православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот. 9 миллионов 197 тысяч 478 просмотров и 9 тысяч 362 подписи. Удобно по плейлистам разложено очень хорошо. И во свете Библии православный библейский сайт. Вопросы и ответы я отсюда беру и показываю. Ну, сейчас не до этого. Надо определиться, что можно брать. Боль православной души. Вот это вот я уже опубликовал. Ну, может быть, еще раз напомнить об этом. Сейчас я посмотрю, что у меня тут. А, еще новые стихи. Ну, вот, скайп зайду. Кто тут? Вот так. Кто же так? Изучение Библии. Роман Малыш что-то подставляет. Тоже надо смотреть. Ну, как будто бы все. Еще тут плохого нет. Никто не ругается. это вот событие воскресного дня. Ну, многое еще. Пришлось вчера смотреть ролики подбрасывать. Дайте свое мнение. Мнение? Ну, что мнение? Это ничего не даст. Считаю, что сегодня на сегодня хватит.